Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 15 ноября и вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от Макси Форекс. Позитивная информация, полученная рынком по результатам продаж греческих и итальянских долговых облигаций, а также предложенный Германии вариант единоразовой финансовой помощи для Греции объемом в 44 млрд евро, продолжали поддерживать единую валюту на торгах в среду. Быки упорно преодолевали сопротивление продавцов и, пройдя на подъеме 76 пунктов, зафиксировали на американской сессии новой недельной Максимум 1,2779. Дополнительную поддержку в конце дня валюта получила также и от публикации протокола последнего заседания Комитета по открытому рынку США, согласно которому финансовое стимулирование экономики не только сохранится в ближайшее время, но и будет дополнительно расширено в 2013 году. Тем не менее, несмотря на эти позитивные для евро факторы, удержать восходящую тенденцию не удалось. Падение объема промышленного производства в еврозоне, а также появившиеся в СМИ сообщения о том, что МВФ на фоне разногласий с Европейским Центральным банком по поводу целевых сроков снижения греческого долга намерен отказаться от участия в программе спасения Греции, остановили подъем и развернули пару на снижение. Откатившийся от достигнутых максимумов евро-доллар завершил дневную торговлю на отметке 1,2728. В нашем прогнозе на четверг предполагаем возобновление коррекционного подъема пары и попытку быков вновь протестировать уровень сопротивления 233-дневной скользящей средней на отметке 1,2776. Если валюте удастся преодолеть этот уровень, последует продолжение подъема к ценовым уровням 1,2807 и 1,2830. Далее ожидаем разворот и возобновление нисходящего движения единой валюты в направлении предыдущего минимума 1,2660 ниже. Если же пробой уровня 1,2776 не состоится, пара начнет снижение от достигнутого на подъеме максимума. Вчера на азиатской сессии и ранних торгах в Европе британский фонд возобновил подъем, следуя за восходящей динамикой евро-доллара и ожидая позитивные данные по рынку труда в Великобритании. Однако восстановиться британская валюта смогла лишь до ключевого уровня сопротивления 1,59. Опубликованные данные по безработице за октябрь месяц, оказавшиеся значительно слабее предыдущих значений прогнозов аналитиков, остановили подъем пары и развернули валюту на снижение. Продажи британского фунта против доллара США еще больше усилились после пресс-конференции главы Банка Англии Мервина Кинга, который заявил о резком замедлении экономического роста в четвертом квартале текущего года и его медленном последующем восстановлении. Усилил нисходящий импульс, кроме того, и повышение Банком Англии прогнозов по инфляции в стране. В результате к концу дня фунт протестировал новый двухмесячный минимум на отметке 1,5840. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем новую попытку пары возобновить коррекционный подъем курса британской валюты к целевым уровням 1,5858, 1,5870, 1,5915 и, возможно, к 1,5942. Далее ожидаем новое снижение фунта в направлении 1,5836 и 1,5773. Напоминаем, что в среднесрочной перспективе нисходящий тренд остается основной ценовой тенденции британской валюты. Наши рекомендации по ценовому движению драгоценных металлов на четверг. После вчерашней волатильной торговли ближайшим краткосрочным сопротивлением для золота остается прежний уровень 1,737. Пробой этого сопротивления откроет путь к следующему целевому уровню 1,753 доллара за тройскую унцию. Ближайший уровень поддержки металла расположился на отметке 1,714 долларов. Если он будет пройден, возможно, дальнейшее снижение к целевым уровням 1,705 и 1,697 долларов за унцию. Уровень сопротивления для серебра изменился. Теперь он находится на отметке 33 доллара 10 центов за унцию. Если движение в этом направлении возобновится и сопротивление будет пробито, металл поднимется к целевым уровням 33 доллара 20 центов и 34 доллара 15 центов за унцию. Уровень поддержки серебра сместился на уровень 32 доллара 10 центов за унцию. Если котировки преодолеют его, снижение продолжится к следующим целям 31 доллар 60 центов и 31 доллар 20 центов за унцию. В экономическом календаре четверга еврозона опубликует предварительные данные по приросту ВВП за третий квартал текущего года в целом по региону и отдельно по данным Германии, Франции и Италии, а также представит индекс потребительских цен за октябрь месяц. Великобритания отчитается по изменениям в объеме оборота розничной торговли за октябрь, а в статистике из США, как обычно, выйдут еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособием и по безработице, индекс потребительских цен за октябрь и производственный индекс ФРС Филадельфии. Кроме того, сегодня состоится выступление председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанки. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Аналитика от Maxiforex используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка.